Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии заместитель министра охраны природы Республики Саха-Якутия Эдуард Валерьевич Пихтин. Здравствуйте! Здравствуйте! Эдуард Валерьевич, вот сейчас начинается очень такая горячая пора для Республики. Вот с 23 апреля начались подвижки льда в верховьях реки Лена. Скажите, пожалуйста, насколько Республика готова к паводку? Какие сейчас проводятся работы? Министерством охраны природы проводятся работы по ослаблению прочности льда на реках Республики. Это на 31 затороопасном участке, на малых реках также. Работы по расчистке русел рек, проведение превентивных мероприятий в рамках госпрограммы развития водохозяйственного комплекса Республики Саха-Якутия. На 12-20-е годы. На 17-й год по этому мероприятию предусмотрены средства в размере 25 миллионов рублей. Также по госпрограмме в рамках содержания гидротехнических сооружений у нас предусмотрены средства 42 миллиона 500 тысяч рублей. Это на эксплуатацию 11 гидротехнических сооружений, которые находятся на балансе муниципалитетов. Всего по линии Министерства охраны природы на предпаводковые мероприятия предусмотрены средства в размере около 100 миллионов рублей. Это очень хорошая сумма. Это в сравнении с прошлым годом увеличена она, да? Да, увеличена на 11 миллионов рублей. Эдуард Валерьевич, а по прогнозу где ожидается наиболее сложная опаводковая обстановка? Каков прогноз? Зима 2016-2017 года в большинстве районов была теплой. Осадки были средние по всей республике. Но наиболее много осадков выпало в северо-восточной группе Улусов, в районе река Алазея, в районе реки Колыма, Яна, Индигирка. Там от 110 до 200 процентов осадков выпало. Поэтому гидромедцентр республики ожидает там большую воду. Скажите, пожалуйста, по прогнозу, сколько населенных пунктов может оказаться по плохому сценарию затопленными? По наиболее худшему вероятному сценарию под затопление попадает 161 населенный пункт в республике Саха-Якутия. Риск от весеннего половодия – это 92 населенных пункта. Риск наводнений в результате дождевых осадков – это 62 населенных пункта. И также интенсивные дожди – это тоже порядка 28 населенных пунктов. Я знаю, что комиссии выезжали в разные УЛУСы с обследованием обстановки. Скажите, каковы итоги этой работы? Вообще, насколько муниципалитеты готовы к предстоящему паводку? По всем муниципальным районам были созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с председателем Колодезниковым Алексеем Засимовичем. Мы выезжали в Северную группу УЛУСов, в Вилюйскую группу УЛУСов. Везде были проведены выездные комиссии по ЧАЭС и по обеспечению противопожарной обстановки. В каждом УЛУСе разработан план мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодия 2017 года. Утверждены финансовые резервы и резервы материально-технического снабжения. Также были организованы пункты временного размещения и места для отгона крупного рогатого скота. То есть все работы идут по плану? Все работы планового названия. Какие вопросы возникают, скажем, какие вопросы задают, вот когда вы ездили в разные УЛУСы, скажем, главы поселений, главы тех населенных пунктов, которые обычно страдают от весеннего половодия? Какие предложения, может быть, поступали? Ну да, предложения поступают. В основном у них недостаточность финансовых средств на чрезвычайной ситуации. Это больной вопрос, больная тема. Ну, они должны создаваться из собственных резервов, соответственно, как бы, если резерв не понадобится, то они уже на другие цели будут перераспределены в муниципальных образованиях. Эдуард Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о финансовом резерве, который уже утвержден, в каком размере? По республике финансовый резерв утвержден на сумму 170 миллионов рублей. Это помимо тех 100 миллионов, которые предусмотрены по линии Министерства охраны природы на предпаводковые мероприятия. А это еще финансовый резерв? Существует, да, резервный фонд по чрезвычайным ситуациям правительства республики. Вот он в нем саккумулированного средства в размере 170 миллионов рублей. И эта сумма, она в каком случае может расходоваться, финансовый вот этот резерв? На какие мероприятия? Да, ну, этот финансовый резерв может расходоваться на аварийно-восстановительные работы. Вот, это первое, прежде всего, на материально-техническое обеспечение в случае возникновения чрезвычайной ситуации в том или ином муниципальном образовании. Только тогда. А вот резерв материально-технический, что он предполагает? Материально-технический резерв предполагает накопление горюче-смазочных материалов, продуктов питания, чистой питьевой воды, таблетки обеззараживания, медикаменты, ну, и так далее. Скажите, дамба, вот такое резонансное тоже дело, да, дамба, которая построена в районе реки Шестаковка, вблизи города Якутска, да, она, возможно, говорят, подтопит дачи, которая там находится, и даже высшую школу музыки. Вот как с этим вопросом? Очень обеспокоены как раз жители вот того района реки Шестаковки? Ну, вопрос закономерен. Собственник данного сооружения, городской округ, город Якутск, 29 марта 2017 года мы комиссионно обследовали шрус-регулятор, находящийся на реке Шестаковка, в районе населенного пункта Владимировка. Вот, и были выданы рекомендации обслуживающей организации Якутдорстрой. Там на период до начала половодия необходимо было провести руслоочистительные работы, пропарить шлюз-регулятор, ну, там, сделать ревизию задвижки, и, в принципе, она готова к пропуску поводковых вод. Ну, то есть, работы там проводятся, и население, в общем-то, беспокоится пока преждевременно, да? Эдуард Валерьевич, скажите, а вот какие крупные промышленные предприятия, возможно, попадут в зону затопления? Где наибольшая такая опасность? На что сейчас обращено внимание? Крупные, это у нас Саха-нефть и газ, быт нефтебазы находятся в зоне затопления, потом подводный переход в СТО в районе города Алёк-Минска, переход в село Хатас и Покровск газопровод, Саха-транснефтегаз. И Тоймада Лизинг у нас тоже объекты попадают под зону затопления. Ну, это возможного пока. Возможного, да. Ну, там сделаны все превентивные мероприятия, обваловки и так далее, и работы приняты. Ну, вот мы уже сказали, что подвижки-то льда уже идут, да, и вот мы это наблюдаем даже сейчас по погоде. Вот сейчас погода такая неустойчивая. А как сейчас вообще ситуация? Как все идет? Спокойно? Да. Все как бы идет планово. Ледоход на реке Лена в пределах Алёк-Минского и Ленского района предполагается 6-8 мая текущего года. Ниже города Алёк-Минска вскрытие ожидается 8-11 мая. А в районе города Якутска река должна пойти по прогнозу гидромедцентра. Это 12 мая, что на 7-9 дней ранее среднемноголитных уровней. В прошлом году уже тоже говорили, что вскрытие рек произошло тоже немножко раньше. Но вот если сравнивать с прошлым годом, то в этом году какой прогноз? В прошлом году все спокойно у нас прошло. Да, прогноз в прошлом году. Ну, я еще раз повторяю в связи с тем, что много-много снега выпало на северо-востоке. Поэтому гидромед, как бы по наихудшему сценарию, ну, не обещает, но говорят, что будет паводок большой. К этому готовимся. Уровни воды большие будут. Ну, хорошо, закончим с паводком. Но вот сейчас наступает время, такое тоже не очень благоприятное в том плане, что пожароопасный сезон. И вот Министерство охраны природы, конечно же, сейчас этим вопросом тоже очень озабочено. Вот скажите, какие мероприятия противопожарные сейчас проводятся в республике? Сейчас опять же у нас комиссии, работают комиссии по чрезвычайным ситуациям в режиме в виде конференц-связи, отрабатываем с муниципальными образованиями, создаем материальные запасы, резервы. В этом году на противопожарные мероприятия у нас по Министерству охраны природы предусмотрены средства в размере 43 миллионов рублей. Это противопожарные мероприятия на особо охраняемых природных территориях. Ну какие-то новые технологии вообще вот применяются сейчас, предполагается применить в этом году тушение пожаров лесных? Потому что это действительно беда, наша беда уже в течение многих лет. Нет наиболее эффективного способа для тушения пожаров, это ранцевые огнетушители. Они были придуманы очень давно и показали свою эффективность. Какие огнетушители? Ранцевые огнетушители. Такие вот с этими ходят люди. Вот именно на зачатках пожара и по остаточным явлениям они очень хорошо, эффективно отрабатывают. Ну также в случае крупных пожаров будем привлекать авиацию МЧС России, это Бе-200, вертолеты и так далее. Ну основные средства у нас уходят на мониторинг, на раскрытие этих точек, так называемых термоточек. Будем отрабатывать. Работы по мониторингу ведутся. А сейчас есть какие-то ограничения для граждан на выезд в лес или нет? Да. По департаменту по лесным отношениям создан приказ о том, чтобы в майские праздники ограничить доступ, свободный доступ людей на пикники, на маевки. Потому что человеческий фактор это превыше всего. Вот сейчас вот именно с 1 мая у нас открывается противопожарный сезон и поэтому будет ограничение, конечно же. Также по Министерству охраны природы вышел ряд приказов об ограничении посещения особо охраняемых природных территорий. Это носят рекомендательный характер или все-таки будут там инспекторы где-то на дорогах, которые будут разворачивать машины и отправлять обратно в город? По всем дорогам, конечно, инспекторов не выставишь. Но как бы и будет в средствах массовой информации информация о том, что нежелательно посещать. Но большой урон же наносят также и сельхозпалы, которыми все очень увлекаются. А сельхозпалы с этого года запрещены вообще, повсеместно. Повсеместно запрещены. Именно в связи с тем, что с противопожарным сезоном. Спасибо вам большое за это интервью. Надеюсь, что и паводок пройдет спокойно и не понадобится финансовый резерв. Еще раз напомню, что гостем в студии был заместитель министра охраны природы Республики Саха-Якутия Эдуард Валерьевич Пихтин. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.